Эта история могла начаться в Париже. Но началась она совсем в другом городе. Киностудия Метро Голдвин Мэйер Совместно с Массфильмом представляют фильм «Красота по-украински» или «Властелин котлет». В молодой семье инженеров железнодорожного транспорта родилась девочка, которую назвали Оль. Оля любит кушать сладкое. Еще Оля любит большие мягкие игрушки. Оля не любит носить обувь и завязывать шнурки. Зато Оля очень любит фотографироваться. Время пролетело в один миг. Некоторые моменты настолько остались в памяти, что они просто наяву. Я вспоминаю момент, когда мне ее принесли в роддоме маленькую. Говорят, что дети до какого-то возраста, у них взгляд неосмысленный. Мне принесли ребенка, она открывает глаза и осмысленным, конкретным взглядом в упор смотрит на меня. Потом обводит всю палату и, видимо, довольна, спокойна. Типа, мне здесь нравится, я в этот мир пришла и мне-то в памяти осталось. Первое слово она сказала, ну, кроме тех, которые обычно, это мама, папа, бабуська. Это ей было 10 месяцев. А рядом сидели бабки на лавочке, говорят, свят, свят, свят. Потому что такой маленький ребенок и уже так конкретно говорит по слогам. Как-то прихожу с работы, сидит моя Оля рисует, естественно, ничего она не застелила. Я в гневе говорю, Оля, сколько раз тебе говорить, когда ты садишься рисовать, что у тебя должно быть? Она смотрит так на меня, как что, вдохновение. А вообще у нее речь была всегда взрослая. И она для меня была с рождения подругой. Она не была каким-то таким ребенком, она была взрослым маленьким человечком. Примерно в то же время, но в другой части Советского Союза на свет появляется Лева. Лева любит кушать. Лева очень любит внимание, чтобы с ним играли. А также он очень любит мастерить на даче с дедушкой. Лева любит много разных вещей. Например, он очень любит водить машину. И еще леваной страстью является музыка. Маленький он был очень послушный, красивый. Мулычный, маленький. Он очень рано научился говорить и кричал. Дадим, хлеб, дадим, огоньки, дадим сия. Это значило хлеб, помидор и сыр. Огоньки огурцы. Ой, напутала. Лева с детства проявлял интерес к автомобилям. Очень большой. Первый наш автомобиль, Запорожье, Целирова хорошо помнит. Хотя ему было годы 3-4. Он мне помогал как-то уезжать из снежного сугроба. Я тут с трудом мог это сделать. Лева мне командовал. Он стоял с лопаткой, которой снег копает, ты пахал мне этой лопатой направо-наверху. На празднике он наряжался чебурашкой и рассказывал стихи. Когда появились компьютеры, Лева очень увлекся ими. И однажды у нас на работе произошел курьезный случай. Он пришел ко мне в гости. Ему было лет 8. И сел за компьютер начальником. И когда все отвлеклись, он нажал F8. И очистил от информации весь жесткий диск. Еще у нас были очень интересные походы в консерваторию. Которые тоже сопровождались заходами Макдональдса. Ни один концерт классической музыки не проходил без вкусного бутерброда. Мы неоднократно посещали концерт группы Кеми Свободы. И нам очень нравилось с монтажей слушать. Я помню, ездили при обуче на дачу летом ГТП с 10 класса. И никого из взрослых, кроме Левиной бабушки, не было. Поэтому мы чувствовали себя вполне вольготно. И считали себя хозяевами положения. И пили пиво. Еще мы с Левовичем ходили в театр, но об этом я не буду рассказывать. А еще Левович однажды произнес такую фразу, когда мы учились в 11 классе уже, и уже всякие второстепенные предметы типа биологии, уже мало кого интересовали. И Левович произнес такую фразу, когда мы обсуждали, кто как учится. Левович сказал, я даже биологию перестал дома читать. Это было примерно во втором полугодии 11 класса. Вот такой человек Лев. Ответственный и ученый. Вот так. Шло время, дети росли, мир менялся. И вместе с великими событиями Земли в 2000 году Лев и Оля решают учиться. Оля переезжает в Москву и поступает в Академию народного хозяйства на юридический факультет. А Лева по стопам мамы поступает в Институт электроники и математики. С Левовичем я познакомился при очень странных условиях. Мы с ним одновременно поступили в один и тот же институт. Так мы с ним познакомились и общаемся вот уже больше 10 лет. Мало того, что оказалось, что с Левовичем очень здорово и весело проводить досуг, так он еще и замечательно учился. И, собственно, если попросить у него какой-нибудь конспект было в институте или, скажем, попросить что-нибудь списать, мало того, что он никогда не отказывал, так еще и объяснял. Поэтому с полной уверенностью могу заявить, что своим высшим образованием я отчасти обязан любу. Мы с Олей познакомились на первом курсе в 2000 году в Академии народного хозяйства и в факе. Оля в институте всегда была отличницей. Тем не менее, Оля всегда писала шпаргалки перед экзаменами, которыми она никогда не пользовалась. Но они, тем не менее, грели ей карман. Оля для меня всегда была «Есть и будет Досей». Прозвище это появилось в Академии. По-моему, на первом курсе. В то время в Москве была реклама стирального порошка «Дося». У этой торговой марки логотипом была «Семья Копилка». И созвучие фамилии Федосова и неадекватным чувством Олик-свиньям привело к этому прозвище. Так она и стала «Досей». Прозвище пришлось. Лёва, лёвка, 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 лёвка лучший друг. И так они в одном городе, в Москве. И казалось бы, вот тут-то они и должны встретиться. Но нет. 2007 год. Вследствие тяжёлого экзистенционального кризиса Оба наших героя летят в Англию Они приземляются с разницей в две недели Но живут в разных городах Лёва в Оксфорде, Оля в Лондоне И пока не встречаются Как-то субботний вечер в феврале Оля и я сидели дома Мы приготовили ужин И мы решили, господи, субботний вечер Почему мы сидим дома? Нужно куда-то пойти И вот Оля говорит А у меня есть приглашение, которое мне отправили по фейсбуку На вечеринку Но вечеринка была Еврейская вечеринка в Лондоне Ну мы подумали, решили Что в принципе Если не сильно заворачиваться То мы сойдем за еврейские девушек И вот мы пришли на вечеринку И одни из первых людей с кем мы общались Была группа ребят В которой был Лёва Мне кажется, он первый влюбился А Оля так на него посматривала И думала А потом придумала И все правильно сделала Вот они общались и общались В какой-то момент они обменялись телефонами И решили продолжать общаться Лёва, он вообще такой Парик домосед А тут вдруг начал из Оксфорда гонять в Лондон Так получилось, что Лёва Остановился в квартире В которой Оля и я жили вместе И постоянно в холодильнике было очень много различного мяса В том числе Ребята очень много времени проводили Делая котлеты Путешествия Горноучный отдых Романтика Можно подумать, что любовная лодка разбилась о быт Но не тут-то было Мы начали подготовку к свадьбе 7 марта 2012 года И мы сегодня заканчиваем подготовку к приглашению к нам на свадьбу Берем приглашение Передаем памятник Для того, чтобы отправить приглашение Необходимо Снести клеющим карандашом Клубку-полоску на конверт Вот готовый конверт Этот конверт отправляется к Смирновой Так, премьер-палас Свадебный пакет Делюкс Сын Бри с виноградом Рад новой Сейкина То есть, что ж побери, где котлеты Тут котлет нет У нас 86 гостей Помножить на 2,5 котлеты Получается 220 котлет Кухня заказ приняла И обрабатывает Коль, сколько же ты котлет уже пошарила? 46 на подходе Ну и здесь еще котлет на 20 Что же нам делать? Ничего, опять бред с вниманием мяса у соседей Сейчас принесу Коль, ты еще жива? Ну, кажется, все Это конец И это только начало Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У-ла-ла, 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 у-ла-ла